МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, мои дорогие! Давно я не писал и не получал от вас писем. Весь декабрь мы простояли на одном и том же месте, в Детьковцах. Чинили амуницию. И хоть было и скучно, но уезжать отсюда не хочется. Все привыкли к квартирам и вообще к обстановке. И когда только придет ей конец. Да что нам этот прапорщик? Где вечный покой? Летают шрапнели, трещит пулемет. И рвется германец пройти реку вброд. Родные не видели Алексея Булгачева с осени 14-го года, когда он одним из первых в их деревне был отправлен на фронт, откуда теперь приходили редкие письма домой, в деревню под Самарой. А дома между тем было все не слава богу. В бомбаре шаром покати, крыша прохудилась, а помочь некому. И когда только будет конец этой войне, уже забыли, когда она началась, зачем, а конца-то и невинна. А тут я еще вдобавок ко всему заболел. Пошел в околоток. Что вы думаете? Положили. Лежу теперь в околотке, которая помещается в грязной австрийской хате. Хата эта произвела на меня самое мерзкое впечатление. Но делать нечего. Положили, значит, лежи. В палате нас 10 человек. А вчера вечером я получил письмо от моего старинного друга Наумова. Боже, как я ему обрадовался! С какой бы радостью расцеловал сейчас его, милого друга! И как жадно я прочел строчки его письма. В этой глухой, гнилой и далекой от дома австрийской стороне. Ночь. Я спал плохо. Снились какие-то страшные сны. И кошмары мучили мое расстроенное сердце. А что еще хуже? Утром меня отделили от других. Считая болезнь мою заразной. Постель здесь скверная. Клок, грязные соломы, тошинель. Вот и все. Врач рассказал, что вчера в околоток привели разведчика из военнопленных, Чеха. Который отморозил ноги, но просил ни в коем случае не оставлять его в околотке. Дескать, ему надо назад, в разведку. Боже мой, неужели люди так угнетены, что готовы идти даже и против своих за Россию? Ах, если бы нам побольше таких русских, как эти чехи. Война бы давно кончилась, и мы поехали бы по домам. 1 января 1917 года в Детьковцах. Ночью шел дождь, утром подморозило, а после обеда развезло. Я нынче сходил в церковь. Собираемся в поход, увязываем узлы. Сегодня вся батарея снималась на карточку, а георгиевских кавалеров снимали еще отдельно. У меня заболела лошадь. Настроение скверное. Граждане солдаты ныне свободной русской армии, Мне выпала великая честь поздравить вас с большим праздником. Цепи рабства разбиты. В три дня, без единой капли крови, русский народ совершил величайшую в истории революцию. Коронованный царь Николай отрекся от престола. Царские министры арестованы. Михаил сам отклонил непосильный для него венец. Ныне вся полнота власти передана народу. Во главе государства стало временное правительство, которое должно обеспечить выборы во Всероссийское учредительное собрание на основе прямого и общего голосования. Отныне да здравствует русская революция. Да здравствует учредительное собрание. Да здравствует временное правительство. Ура! Протяжно загудела тысячеголовая толпа солдат. Оратор вынул из кармана Френча платок, вытер им лицо, подбородок и шею. Когда раздалось ура, он поднес ладонь ребром к фуражке. Перед трибуной на ровном поле с черными проталинами и грязными пятнами снега стояли солдаты. Тысячи две человек. Безоружные, в железных шапках, грязных мятых шинелях. И с удивлением слушали багрового, как индюк барина. Позади виднелись обгоревшие развалины австрийских деревень. Через поле летели лохматые и черные вороны. Пятое марта 1917 года. Утром настроение довольно скучное. В два часа дня на позиции читали манифест государя-императора Николая Александровича об отречении от престола и о вступлении на престол великого князя Михаила Александровича. Командование на фронте принимает Николай Николаевич. Смена министерства, народное волнение и вообще государственный переворот. На фронте все спокойно. Оттепель и сырость. Солдаты, вытянув перед собой руку с растопыренными пальцами, говорил оратор. Еще вчера вы были нижними чинами и бессловесным стадом, которое царская ставка бросала на убой. Вас секли за провинности и расстреливали без суда. Вас посылали на смерть, не спрашивая и не объясняя, за что вы должны умереть. Стоявший рядом подполковник кашлянул, переступил с ноги на ногу, но промолчал, наклонив голову и продолжая внимательно слушать. Я, назначенный временным правительством комиссар армий Западного фронта, отныне объявляю вам, унизительное звание нижний чин отменяется. Ответы так точно и никак нет отменяются. Вы больше не должны отдавать честь никаким офицерским чинам. Можете, если хотите, здороваться за руку с генералом или вот с подполковником. По толпе прокатился было веселый гогот. Но в это время из толпы начали кричать. А когда замеряться с немцем станем? Как там насчет мыла? Сколько будут выдавать на человека? Про отпуска! Про отпуска! Что там сказано? Солдаты! Здесь оратор попробовал подняться на цыпочки, чтобы быть выше. Я вижу, здесь происходит недоразумение. Первый завет русской революции сохранять верность нашим союзникам и с новыми силами обрушиться на злейшего врага свободы, империалистическую Германию. А ты сам-то кормил в шеи в окопах, раздался из толпы грубый голос. Да он их даже и не видал. Подари ему тройку на раззаводку. На дворе стоял март 1917 года. Солдаты кормили в шеи в окопах. Россия праздновала свободу. 17 апреля 1917 года. Погода хорошая. Мы получили подарки с Ижевского завода. Подарков было много. Папиросы, белье, мыло, консервы. После их раздачи мы тянули жребий отпуска. И я вытянул пятый. С утра идет дождь. И слышна оружейная и артиллерийская стрельба, не имеющая никакого значения. Вчера около 12 часов прапорщик прочел нам указ об отмене звания Нижний Чин и о замене его званием Солдат. Господ офицеров приказано больше вашими благородиями не именовать, а называть их господин генерал, господин полковник и так далее. Кроме этого, отменили некоторые статьи Устава внутренней службы и объявили кое-какие права солдатам. Прапорщик вел себя с нами довольно развязно. Наверное, он сторонник старого режима. Но что нам этот прапорщик, когда вся Россия меняется, все только и делают, что говорят о свободе. А сегодня у нас было первое свободное собрание. Говорили речи, вносили проекты, обсуждали жизненные вопросы об отпусках, о продовольствии. Решили сменить артельщика и получать довольствие на руки. Ах, как хорошо! Да здравствует свободная Россия! Да поможет нам Бог побыстрее победить врага и вернуться по домам. Чувствую я себя ничего. В воздухе уже пахнет весной. И сегодня после обеда мы играли в городки. Хотя на Карпатах еще лежит снег. Пишите мне побольше и почаще. А там, глядишь, и увидимся. Ваш муж, сын и брат Алексей Булгачев. Старший фейерверкер 1-й бригады 41-й артиллерийской дивизии. Когда ж пред невестой вся правда открылась, она в лазарет поступила сестрой. И часто на братской могиле молилась, где вечная память и вечный покой. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин